Снимите видео про сумочки. Тут у меня возникла гениальная идея. Настя, скажи, пожалуйста, как ты стала коллекционером сумок? Ну, на самом деле, я совершенно не планировала ничего такого. Я случайно купила на блошином рынке. Также я сегодня, я думаю, что вам покажу наши знаменитые питерские дворы. У нас еще не сильно привыкли к блогерам, а в Европе все уже привыкшие. Американцы вообще очень любят блогеров. Привет, друзья! Я Ольга Куликина, дизайнер интерьеров. Сегодня я приехала к своей подруге. Находимся мы в Санкт-Петербурге. Некоторые из вас спрашивали, как вы проводите время в Санкт-Петербурге. Например, одна из зрительниц меня несколько раз просила показать сумочки. Снимите видео про сумочки. Тут у меня возникла гениальная идея. Показать сумочки в магазине в Санкт-Петербурге, Париже, Милане или еще где-то достаточно банально. Я уже показывала. У моей подруги, с которой мы вместе учились в Мухинской академии, есть коллекция сумок. Она знает всю историю создания этих сумок, в каком году, какая форма, почему, из каких материалов. Это безумно интересно. Она мне уже как-то показывала, рассказывала. И, естественно, у меня возникла идея показать это все вам. Приехала я, собственно, на своем авто в центр Санкт-Петербурга, Петроградский район. Здесь у нас находится очень много элитного жилья. Я сейчас нахожусь в старой части Петербурга. Но у нас вот здесь очень много новых застроек, очень много клиентов, конечно, состоятельных, которые заказывают у меня проекты. Покупали квартиры именно здесь, в Петроградском районе. Ну что, погода у нас, конечно же, не погода. Снега в этом году не было. Смотрите, здесь, видите, как современные дома, так и старый фонд. Вот в этом здании, например, в этой части находится очень симпатичная галерея с мебелью, посудой, всевозможных там бельгийских каких-то производителей. То есть все кроме Италии. Здесь находится химчистка, где лучше всего все чистят. Ну и дальше супермаркет. Ну и, конечно же, проблема всегда с парковкой. Я решила встать на платную парковку, потому что вот сейчас я вам покажу, вы увидите, вообще ужас какой-то. Ну все заставлено машинами. Историческая часть города, она с узкими улочками и односторонним движением. И, конечно же, здесь сложно припарковаться. Поэтому, если вы покупаете квартиру в старом фонде у нас в Санкт-Петербурге, то, конечно же, вам надо подумать о том, где у вас будет квартира. Слушайте, честно говоря, в Санкт-Петербурге особо не снималась. Сейчас, наверное, меня будут смотреть как на идиотку. Здесь перехода нет. У нас еще не сильно привыкли к блогерам. А в Европе все уже привыкшие. Американцы вообще очень любят блогеров. На самом деле, немного расскажу вам предысторию про Настю. Настя Самойлова. Сейчас она Настя Анастасия Андрея. Это немецкая фамилия. У нее муж немец. И она очень долго жила в Германии. Сейчас она решила перебраться опять к нам в Россию, в Санкт-Петербург. Ей здесь очень нравится. Почему ей здесь больше нравится, чем в Германии, она расскажет сама. Я у нее спрошу и попрошу для вас, дорогие зрители, рассказать. Знаете, мы учились вместе в 190-й художной школе. Это спецшкола, 9-й, 10-й класс, при Мухинской академии. Потом мы учились в Мухе, собственно, где получили высшее образование. Она на кафедре дизайна, а я на кафедре интерьера и оборудования. То есть я как бы по образованию работаю. Так, к этому еще не дошли. И Настя, кстати, умничка такая. Она сейчас стала ювелиром. Она делает ювелирные украшения, очень красивые, из полудрагоценных камней. Также я сегодня, я думаю, что вам покажу наши знаменитые питерские дворы. Для того, чтобы попасть во двор, конечно же, надо набирать обычно код. Вот здесь. Сейчас наберем. И вызов. Оказывается, я перепутала арочки. Вот, наш дом голубенький. И, соответственно, наша парковка вот... Ой, господи, парковка запрещена. Наша арка здесь. Надеюсь, что меня пустят. О, ждет Настя меня. Ждет. Арки здесь прикрывают, чтобы всякие хулиганы не ходили. Чужие люди посторонние. Поэтому здесь безопасно. Посмотрите, здесь во дворе только одна парадная. Вот наши питерские дворы. В основном они, конечно, такие обшарпанные, но очень живописные. И вот здесь одна парадная только. Здравствуйте. Видите, здесь консьерж есть. Это тоже очень хорошо. Видите, даже в старых домах. Хорошо и безопасно. Четвертый этаж. Здесь высокие потолки. Чего-то не хочется тренироваться. Я вчера в бассейне была. Поплавала. Релакс. Может быть, вам и спортклуб тоже снять? Как вы думаете? Ну, я не знаю, может быть, там нельзя будет. Но если интересно, вы, конечно же, напишите в комментариях, что вам это было бы интересно. Да, и вот от питерской погоды я даже плачу. Так, дверь уже открыта. Нас ждут. Привет! Привет, дорогая. Давай заходим. По-европейски. Это Настя. Моя подруга. Она долгое время жила в Германии. А сейчас живет в России. Сейчас я разденусь, и мы все расскажем подробно, почему. Ну, вот я уже нахожусь у Насти в квартире. Настя Самойлова, а ныне Андрея. Настя, скажи, пожалуйста, как ты вернулась в Санкт-Петербург? Я нашим зрителям уже рассказала, что мы с тобой вместе учились в 190-й школе. Рассказала потом, что в Мухе. Но не рассказала про твою шикарную биографию, про предков. Ой, ну, предков. У меня все родители художники. И дедушки, и бабушки. И даже мой прадедушка преподавал в Мухе. Когда? Ну, когда это еще было? Штиглица. Как я попала в Германию, я вышла замуж и прожила там 16 лет. Но в какой-то момент я поняла, что, знаете, вот как в том анекдоте, можно вывезти девушку из Санкт-Петербурга, но невозможно вывезти из Санкт-Петербурга с девушки. Поэтому пришлось вернуться, потому что там все чужое. Неплохо, там тоже замечательно и хорошо, но мне здесь лучше. Но здесь родина, вернусь на родину. В каком городе ты жила? В Гамбурге. Гамбург, говорят, очень красивый город. Красивый, да, красивый, но совершенно другой. Он не про культуру, он, это торговый порт. Там очень мало музеев, там совершенно нет театров, в нашем понимании. Там совершенно другая жизнь. И я как-то оказалась там инородным элементом. Вот, к сожалению. Ну, наверное, это все равно в творческом плане очень хорошо мне пошло на пользу. Потому что, когда ты меняешь полностью весь видеоряд, в котором ты живешь, это с творческой точки зрения очень здорово идет на пользу, очень. Поэтому я думаю, что... Ну и вот коллекция сумочек, это тоже оттуда. Наверное, здесь бы я это никогда бы не собрала, никогда бы не случилось. Ну я на самом деле хотела бы заикнуться еще о том, чем Настя занимается как художник. Настя сейчас ювелир. Вы видите, какие красивые украшения на ней? Вот такие вот серьги. Я поближе даже можно? Вот покажу. Да? Это как называется вот это украшение? Сатуар. 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 Она очень интересные вещи знает про это украшение. Вот такие кольца у меня похожие есть. Я у нее приобрела браслеты. Посмотрите, так вот нам чуть-чуть замереть. И вот, конечно, вот такие. Посмотрите, какие большие кольца можно носить. Крупные. Да, крупные. Да. Это вот из серебра такой браслет. Да, это была старинная брошь. Вот я, например, когда надеваю Настя на кольца, все итальянцы всегда там говорят, это что за украшение? А украшения они включают у тебя какие-то исторические... Ну, почти все-таки какие-то арт-объекты антикварные. Вот. Ну, то что-то и полурагоценные камни. Да. Но об этом, если вот вы заинтересовались, то обязательно напишите мне в комментариях. И мы снимем тогда отдельное видео, да, про твое украшение. Там что-то ты покажешь, как делать. Вот, поэтому ждем ваших комментариев. Ну, а сегодня мы собрались по поводу сумочек. И вот уже Настя разложила свою сумасшедшую коллекцию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, ну вот все эти богатства, которые Настя вам всем покажет. Это замечательная коллекция сумочек. Ну, на самом деле здесь и ювелирка. Ну, это... Да, это следующий раз, следующий раз. Настя, скажи, пожалуйста, как ты стала коллекционером сумок? Ну, на самом деле я совершенно не планировала ничего такого. Я случайно купила на блошином рынке сумочку. Сейчас я ее покажу. Это вот эта вот сумочка. С 30-х годов. Вот так, вот из крокодила, который одевают вот так вот на руку. И купила, и совершенно была потрясена вообще и сохранностью, и тем, что насколько она была прекрасно сделана. Потом я купила еще сумочку. Потом я купила еще сумочку. Когда их было штук 20, я уже решила, чтобы как-то вот оправдать в глазах окружающих, назвала это коллекцией. На самом деле, между прочим, пока мы с Оленькой когда-то не попали в Амстердамский музей сумочек, я и сама, в общем, серьезно к этому не относилась. Потом вдруг оказалось, что, в общем-то, не так мало у меня сумочек интересных. А главное, я увидела этот музей, который мне настолько понравился, настолько потряс мое воображение, что это настолько красиво можно подавать историю одной модной вещи, в целом музей создать. Поэтому, в общем, как-то вот, наверное, с этого музея, по большому счету, и началось. Поскольку Настя жила в Германии, то как только появилась возможность нам встретиться между Германией и Россией, мы поехали с мужем в Амстердам, у меня был день рождения, это был май, я позвонила Насте и сказала, буду, в общем-то, недалеко, в Голландии, недалеко от Германии, может быть, ты тоже приедешь, мы встретимся с тобой. И Настя очень обрадовалась, они приехали с ее мужем в Голландию, и мы там много всего интересного смотрели. Но я еще по дороге увидела путеводителя, что там есть музей сумок. То есть я помню, что я еле уговорила всех туда пойти, потому что, в общем, у каждого были свои планы. Вот я об этом и хотела сказать. То есть Настя говорит, давай пойдем в музей сумок. Я думаю, господи, что такого интересного, архитектура, что-то еще надо посмотреть. Почему, что интересного? Да, Ван Гог, там, сумасшедший музей. Но на самом деле, одно из сильных впечатлений я получила именно в музее сумок. То есть Настя просто все знает про них. Она была, в общем-то, экскурсовод. Ну, не надо скромничать, знает очень много точно, если не все. И она мне открыла новый мир. То есть сумки – это не просто утилитарная вещь. Это история, история дизайна, история каких-то личностей. То есть это потрясающе. Ну, потому что по истории, как начиналось это все и развивалось, это можно вообще увидеть всю историю человечества. Или как женщина из такой вот прекрасной дамы, которая носила вот такие вот крошечные мешочки на бал, превратилась в деловую женщину. То есть вот по этим всем сумкам это можно все увидеть и понять. Поэтому это безумно было интересно. Вот это что за сумочка и для чего она такая? Это мешочек. Кстати говоря, я, ну, это такое маленькое отступление, я очень много разных вещей находила в сумках. Так вот этот мешочек оказался в куда более поздней сумочке 50-х годов. А мешочек вообще-то это где-то 1865-й примерно. Ты еще услышал, да? Да, да, да. Это еще прошлый век. Ой, позапрошлый век. Да, да. Прошлый век это когда-то. Да, это середина, конец 19-го века, выше стеклярусом, при том, что это связано, в общем, это совершенно безумные какие-то техники. Так что вот это брали на бал или куда-то еще вот. Вот представляете, вот как сейчас. Вот я приду на работу, да, допустим, с такой сумочкой. Куда я положу свой планшет, куда я положу всякие зарядные для телефона. А тогда у женщины вообще ничего. И, кстати, вот эти вот, например... Когда женщины были женщинами, а не рабочие лошадки. Нет, смотри, у них не было ключей, потому что дома открывала прислуга. Денег у них не было, потому что должен был быть мужчина. Потому что они были бедные? Нет, но те, которые были бедные, у них таких штучек не было. Нет, дома, деньги были у мужчины. Женщина одна не могла выйти из дома. Поэтому там был носовой платок, косметикой как следует. Они не пользовались тоже, это еще было практически. Эти сумочки, кстати, иногда называли лакомкой, потому что в нее, ну, типа пару конфеток положили. То есть сладкое они все-таки употребляли? Да, употребляли. Покажу. Ну, это мне подарили. Это совсем-совсем старинные сумочки. Это наполеоновские времен, обе из стекляруса, потому что, скорее всего, русские. Подарила мне вот она очень интересная дама, при том, что то, что вот я читала, что на такую вот сумочку уходило примерно 50 тысяч бусинок. 50 тысяч. Помогите, что я такое представлю? То есть это труд какой-то совершенно, ну, вообще неважный. Так а ты можешь ее открыть? Да, 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 покажи. Ну, там не настолько все, хотя он тоже там. Я сейчас, на самом деле, видела сумочку дочек Габбана тоже выше, ну, выше, что? Ну, если она сложно открывается. Да, хорошо. Ну, тут есть вот такой батайной, один батайной карманчик, и есть вот такой. Если его заедает немножко, я не буду. Заедает. Нет, там все. Два кармашка. Да, да, да. Вот такая вот штука. А цепочка как? Ну, цепочка. Все, опять по-дамски. А сейчас, на самом деле, же очень многие кроссбелт носят. Вот я обожаю. Для меня это было, надо, чтобы в руки были свободны. Да, очень многие сумки сегодняшние, это совершенно полная копия, или там, ну, какие-то, не знаю, небольшие доработки сумок старинных. Это сумасшедшие какие-то птицы, цветы, и видно, что это делали часто дамы сами. То есть это не всегда покупные, это зачастую делали сами, вот это вот самое рукоделье, которым там женщины занимались. Они же действительно очень много чего умели тогда. Потом это сшивалось, и вот была такая сумочка. Я тогда еще сразу из бисерна хотела показать, вот эти вот, это детские сумочки. Они маленькие, эти вот на пояс все-таки. Сейчас, кстати, тоже поясные сумки. Да, да, да. Это на, ну, это на руку, или там на пальчик носилась. Это именно детские сумочки. Но они все-таки отличаются по размеру, потому что, хотя бывали, конечно, и взрослые очень маленькие, но это вот во всех счетах. Но они побольше, чем вот тот мешочек. Ну, это, например, уже и постарше, это уже где-то 900-е годы, даже, может, побольше. Ну, во-первых, это вот, например, я в Страсбурге купила кошелечек. Он тоже где-то 800 каких-то там, 40-х примерно, годов. Вышивка на замше. Боже, ну как классно. И тогда уж я ближе к теме покажу. К старым. Вот эти вот. Вот это уже, конечно, ближе тоже вот к конец 19-го, начало 20-го. Это сумочки-кольчужки. Вот я недавно в Париже была на Блашином рынке и тоже там засняла сумочку-кольчужку. Ну, тоже это конец 19-го, начало 20-го. Это, в общем-то, результат увлечения моды рыцарскими романами. Потому что в какой-то мере, значит, это в основном в Англии тоже было. Я думаю, что это, ну, это мое предположение, что вот эти сумки, они вообще оттуда. Потому что это, в принципе, имитация рыцарской кольчуги. При том, что делались они тоже вот, у меня их много, они все разные. У некоторых, вот посмотри, например, у этих сапфиры тут прямо. Потому что все на сапфирчике. Может быть, не роскошного какого-то качества, но и однако. И вот это вот кольчужное плетение, это совершенно вообще, на самом деле, безумный труд. То есть, у каждой сумочки совершенно и форма своя, и... А это что, подожди, там вот плетение, а вот это... Ну, это тоже все равно плетение, просто здесь на каждое переплетение еще листик сидит. Ой, боже мой. Да, здесь вот сейчас только увидим, как... Шарики, здесь безумные вот эти фермуары. Что-что? Фермуар, ну, вот эта вот часть, да, на металлической сумке называется фермуар. Ну, не только на металлической, да, вот он должен был. Вот это вот тоже фермуар. Угу, сейчас. То есть, вот это фермуар. Ну, да. И вот это. Да, да, да. То есть сумка, которая закрывается таким вот образом, это... Ой, я тоже такую с фермуаром купила сумочку современную недавно. Да? Ну, не кольчужку. Ну, слушай, на самом деле... И именно из-за фермуара купила. Значит, она, видишь, как открывается. То есть, у них еще какие-то сложнейшие совершенно замки с какими-то вот фигурками, то есть, тоже совершенно безумно интересная вещь. Это, кстати говоря, в музее в Амстердаме, то ли я их вообще пропустила, то ли их там и не было. Или было как-то немного, во всяком случае, им как-то там не было удивлено внимание особое. И это, кстати говоря, ну, это не кольчужка, конечно, это примерно 915, это английская сумочка. Вот она вот такая вот внутри. Синяя внутри, серебряная снаружи. Да. Прием, который сейчас... Носилась она на пальце. На пальце. О, как классно. Сейчас я вам покажу, наверное, сначала вот эти вот всякие вышивки. Сначала я была уверена, что это гобелена. И мне пришлось нести во дворец Ванечков. Там есть преподаватели, которые преподают вышивку гобелена. И оказалось, что это вышивка. Это называется гобелена вышивка. Там такие крошечные стишки. Может, слово-то забыли. Давно мы не вышивали. Кстати, я вышивала в детстве, а ты? Нет. А я вышивала и крестиком, и гладью. У меня бабушка делала целые картины гладью и крестиком. И меня научила, и я это тоже делала. Конечно, какие здесь интересные фермуары с полудрагоценными камнями. Здесь сердолик, здесь аметист. Подожди, где аметист? Вот тут вот. А, подожди, надо тогда... Ну, его не очень хорошо видно, но на самом деле там аметист. Здесь немножко более крупная вышивка. Зато какая здесь эмаль, здесь тоже черный уникс. Это уже шерстяная, по-моему, вышивка. Подожди, а вот что здесь украш... А, эмаль. Да. Сейчас, посмотрите. Потому что, в принципе, у них очень разные бывают сюжеты. Здесь, например, постараемся уже это какие-то. Пастушки на дудочках, в общем, какие-то овечки. Это, кстати, например, вот эта вот сумочка. Совершенно не характерная. Я ее за это взяла, потому что она тоже вышивка, но какой-то такой китайско-морской мотив. Во всяком случае, это не типично. Подделок, артиквариата, огромное количество. То есть винтажные вещи выдают зенитепартные? Или как? Нет, сейчас вообще стали подделывать именно вот эту сумку. Новодел прямо? Да, новодел. С элементами старения? Да. Носишь ли ты эти сумки, которые у тебя в коллекции, в повседневной жизни? Ну, там, или на выход, я имею в виду просто в жизни, да? Ну, там, или на выход. 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 Продолжение следует...